нострадамус автор которого во всем мире цитируют чаще чем гомера шекспира или карла маркса одни считают его величайшим пророком другие откровенным шарлатаном сегодня у нас есть возможность беспристрастно оценить труды нострадамуса и посмотреть что же из предсказанного провидцем применительно к 20 веку действительно сбылось 31 декабря 1999 года на миллионах телевизионных экранов циферблаты часов на которых секундная стрелка неумолимо отстукивает мгновение до наступления предсказанного конца света ровно в полночь должен произойти сбой всех компьютерных систем мира за которым последует полный крах современной цивилизации в тот момент когда часы покажут 0 часов 0 минут потерпят крушение все самолеты наступит полная неразбериха на всех биржах мира а баллистические ракеты взлетят подчинившись команде компьютера ничего этого не произошло множество самозваных пророков пугавших людей апокалипсисом 2000 года мгновенно растеряли всех своих почитателей а некоторые и вовсе оказались за решеткой авторитет средневекового предсказателя нострадамуса остался непоколебим ведь в отличие от современных аферистов выдающих себя за провидцев нострадамус не писал ни об ошибке 2000 не о том что история человечества закончится с завершением 20 века при этом он с абсолютной точностью предсказал русскую революцию полет человека в космос распад советского союза и появление интернета о чем умолчал нострадамус земля сама не знаю что с ней будет как зарабатывают деньги на предсказаниях французского алхимика вот вам еще одно сбывше всего пророчества что охраняют стражи стены и чьим приказом они послушны обычно с ними поступать достаточно радикально а именно убивали то на самом деле написал катрене всевышний через его разум через его руки до давал какую-то информацию для людей я анна чапман раскрою эти тайны это кажется невероятным но российский исследователь виктор грозов сумел подобрать код к сочинениям нострадамуса проанализировав с помощью математики и кабалы все главные священные книги мира специально для программы тайны чапман о результатах этих исследований согласился рассказать один из авторов грозова владимир бачаров результаты и впрямь ошеломляют мы с виктором георгиевичем грозовым выводу что должна быть таблица расшифровки катренов не по одному а группами нумерация их идет возрастающем порядке ну а смысл в каждом катрене последующем разбросан по всем по пророчествам какие же тайны пророческой книги удалось открыть российским исследователям о чем хотел предупредить потомков средневековый алхимик и какой тайный союз он создал узнаем совсем скоро мало кому известно что нострадамус действительно предсказал события которое могло бы стать гибельным для человечества угроза должна была прийти из космоса год 1999 седьмой месяц с неба придет повелитель ужаса великий царь ангулемцев будет царствовать на земле после марса и как марс превратит он землю в сухую пустыню поразительно но именно в седьмом месяце 1999 года в июле с помощью космического челнока колумбия на орбиту был выведен рентгеновский телескоп чандра толкователем нострадамуса оставалось только гадать куда телескоп направит сверх мощный поток жесткого рентгеновского излучения на землю чтобы пробудить некие древние силы или же в космос чтобы призвать инопланетных захватчиков а может быть под видом телескопа на орбиту вывели секретную установку способную отразить любую агрессию из глубин вселенной никогда прежде космическое агентство сша не отправляла на орбиту объект такой массы более 22 тысяч килограммов но как живший 500 лет назад астролог мог предвидеть научно-технические достижения далекого будущего что это прозорливость или буйство фантазии человек как бы додумывает для себя реальность чтобы изменить ее повлиять или применится на худой конец с действительной реальностью неужели все что мы знаем о нострадамусе полная ложь а истинный смысл его катренов их прямое предназначение от нас по-прежнему скрывают это тем более удивительно учитывая что сам мишель нострадамус никогда не пытался напустить тумана касательно своих текстов он дал вполне четкое объяснение содержимого центурий которое многие толкователи считают главным ключом к его пророчествам я решил не сдерживать ни язык мой не перо на бумаге и возвестить туманными и немногословными строками о причинах грядущих перемен ожидающих человечества обликая их в таинственную но прежде всего пророческую форму мишель нострадамус 1555 год получается сам нострадамус считал себя сродни библейским пророком и писал свои катрены как предупреждение человечеству каких поворотных событий истории или технических изобретений людям надо опасаться и какие из них необходимо предотвратить он подражал разумеется библейским пророком он подражал книгам севил которые были тогда очень популярны про то что скоро конец света скоро придет антихрист но это была такая общая тема вот любили об этом искать люди посудачить за искать за кружкой пива действительно такого рода литературы во времена нострадамуса было великое множество почему же до нас дошла именно его книга или все то что он описывал действительно сбывалось пророк не предсказывает пророк предупреждает так по крайней мере было заведено начинающего с ветхозаветных библейских времен получается нострадамус всего лишь давал прогноз не гарантируя что он непременно сбудется и только от людей зависит прислушаются ли они или нет к словам пророка кому выгодно чтобы мы верили будущее изменить невозможно в октябре вспыхнет великая революция которую многие сочтут самый зловещий и грозный из всех когда-либо существовавших и продлится этот ужас 73 года и 7 месяцев сейчас мы можем по-разному трактовать события которые пережила россия в двадцатом веке и не соглашаться с оценкой нострадамуса поражает другое откуда французский алхимик настолько точно вплоть до месяца мог знать даты появления и распада страны советов подавляющее большинство сторонников нострадамуса приводят это пророчество как чуть ли не главный аргумент в пользу того что он был великим провидцем в других катренах они с энтузиазмом отыскивают портретные описания ленина и сталина или покушение на распутина люди не перестают его обсуждать значит кто критикует кто наоборот хвалит кто им восторгается кто наоборот грешно шарлатан и просто нет какой-то там мистик очень много точек зрения если следовать подобной логике практически вся книга средневекового французского алхимика посвящена истории нашей страны это весьма странно хотя бы по той причине что сам нострадамус имела россии весьма туманные представления всевышний через его разум через его руки до давал какую-то информацию для людей и что он почти в бессознательном состоянии это записывал или запоминал современные американские толкователи идут еще дальше с успехом отыскивая в его центуриях описание всех основных событий собственной истории двадцатого века от убийства кеннеди до полета на луну энштейн утверждал что попытки заглянуть в колодец времени обречены и бессмысленны но ничего не меняется для астрологов шарлатанов и тех кто кого они дурачат в древности этим занимались лжешаманы лжекудуны и лжепророки которые впрочем плохо кончали потому что в случае не исполнения какого-либо предсказания обычно с ними поступали достаточно радикально а именно убивали впрочем в наши дни таким уже пророком вряд ли грозит такой мрачный финал наоборот их аудитория год от года становится все больше иногда таких шарлатанов называют футурологами хотя к настоящей науке в футурологии они имеют мало отношений поразительно но откровенным спекуляциям на имени нострадамуса даже не пытаются придать достоверность похоже что в заблуждение вводят весь мир а самого нострадамуса пытаются представить обычным фигляром и авантюристом по типу большинства популярных современных астрологов нострадамус в предисловии к своим пророчествам написал я предсказал почти столько же событий будущего почти сколько событий прошлого и настоящего о чем тут человек сам все сказал если внимательно изучить катрена нострадамуса описывающий события двадцатого века нельзя не признать огромное количество не просто совпадений но явных указаний на конкретные факты исторических деятелей и всем известные научно-технические достижения может даже создаться впечатление что книгу писал очевидец этих событий возможно ли это нострадамуса если и читают то читают его невнимательно а то и просто в каких-то пересказах спекулятивных где откровенные вбросы даже есть фальсификации кстати вот вам еще одно сбывше всего пророчества мне перепишут много того что чего я не предсказал но кто же тогда автор катренов которые приписывают нострадамусу есть версия что их сочинил живший в 19 веке французский писатель лео таксиль современник и друг писателя-фантаста жюля верна он включил в новые центурии посвященные двадцатому веку описание подводные лодки противогаза самолета и даже будущих путешествий в космос самые честные и неоспариваемые пожалуй попытки научного предвидения осуществляет писатель фантаста которых в некотором смысле можно тоже назвать провидцами например карл чапок описал своем романе робота и через каких-нибудь 50 60 лет наука достигла уровня когда создала механизм который так и назвали робот скоропостижная странная смерть лео таксиля породила множество слухов тем более что все его рукописи загадочным образом исчезли тогда же в 1907 году в одном из популярнейших французских изданий появилась анонимная статья посвященная тайному обществу страже стены автор утверждал что этот союз в средние века создал еще сам нострадамус чтобы предотвратить конец света мало кому известно что мишель нострадамус был похоронен стоя своим наследником он завещал замуровать себя в стене церкви лицом на восток его тело действительно положили в саркофаг и вертикальном положении погребли в церкви миноритов в салоне спустя два века после смерти астрадамус во франции появится легенда о том что ключи к его пророчества похоронены вместе с правительством то есть часть его центурии который на самом деле является ключом к разгадке всех остальных его описаний хотя подобная практика существовала и раньше такие похороны стоили немалых денег и специального разрешения короля но для чего французский астролог оставил такое завещание возможно став таким образом первым стражем стены он хотел подать пример своим последователям скорее всего они как бы притягивали к себе пророческие духи с помощью которых живой последователь замурованного и поставленного у стены предсказателя мог слышать их шопот но почему лицом на восток может быть ответ зашифрован в катренах самого нострадамуса закройте закройте восток двери востока ибо запада движется черная тень кости открытой гробницы угрожают миру заразой по мнению большинства исследователей нострадамус говорит про опасность которая угрожает миру если будет скрыта гробница легендарного тамерлана 20 июня 1941 года ученые потревожили прах великого завоевателя два дня спустя фашистская германия напала на советский союз чего больше в этой истории мистики или человеческой самонадеянности большинство военных историков никак не связывают вскрытие могилы тамерлана и начала великой отечественной войны очень маловероятность что-то произойдет вот все меняется но человек думает что это кто-то придумал но это на самом деле земля сама не знаю что с ним будет возможно именно тот факт что исследователи вскрыли гробницу древнего полководца стал всего лишь одной но очень важной деталью которая заставила германскую военную машину заработать на полную мощь ведь было хорошо известно увлечение гитлера мистической легендой о тамерлане смотрите далее даже смерть не приносит покоя чем необычно могила предсказателя он видел себя в ипостасе феникса алхимик вне закона за что на страдамуса преследовала инквизиция его даже там собирались допросить смертельные ловушки как случайно не вызвать дьявола там достаточно сложная математическая процедура австрия 12 марта 1938 года германские войска входят на территорию страны австрийская армия без единого выстрела капитулирует на следующий день гитлер торжественно въезжает в вену газеты публикуют закон о воссоединении австрии с германской империи мало кто знает что на этом планы фюрера по так называемому мирному присоединению территории не заканчивались швейцария гордящаяся своим вечным нейтралитетом должна была стать следующей страной предсказание об этом имелось в книге нострадамуса когда величайший будет признан лучшим в нюрнберге ауксбурге и базеле через агрепину вновь взят глава франкфурта они пройдут через фламандцев до самой галии тем не менее упомянутый в катрене швейцарский город базель как и все остальные швейцарские города не был оккупирован немецкими войсками несмотря на значительный перевес в силах поразительно но историки не дают точного объяснения этому факту неужели фюрер мечтавший покорить всю европу просто взял и передумал вот эта идея о проведении операции по решить цель она постоянно переносилась 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 вообще гитлер на самом деле был знатный прокрастинатор прокрастинация напомню это когда вы не хотите делать какое-то дело подспудно и вы переносите на завтра на понедельник на первое число следующего года на потом но только ли в этом дело швейцария имела стратегическое значение поскольку граничила с главным европейским союзником германии италии присоединив страну где большинство населения говорит по-немецки гитлер взял бы под контроль и огромные капиталы швейцарских банков однако аншлюса швейцарии не произошло более того в рекордные сроки по всей стране было выстроено свыше 20 тысяч бункеров а главным лозунгом стали слова сопротивление любой ценой швейцария была одним из главных центров мировой торговли и финансов но захвату швейцарии воспротивились ближайшие сторонники гитлера вроде шахта шрёдера кеплера и другие слишком уж много они теряли но кто на самом деле остановил фюрера и спас суверенитет страны цюрихских гномов именно этого человека изучавшего в юности в университете лозанны медицину и богословия некоторые исследователи называют одним из наиболее вероятных руководителей тайного общества стражи стены военачальник в годы второй мировой войны командующие швейцарской армией анри гизан именно он следуя книги нострадамуса сумел предотвратить множество описанных предсказателем военных событий как утверждают историки без его участия сам исход войны оказался бы совершенно другим но самым любопытным в его биографии является тот факт что будучи 18-летним студентом анри гизан посетил могилу нострадамуса в городе салон де прованс почему нострадамус завещал замуровать себя в качестве статуи встроенным в стену возможно потому что он видел себя в ипостасе феникса или говорящего пророчествующего терафима а так как именно терафимы ставились стены храмов где им приносили жертвы воскуряли фимиам после чего от них ожидали пророчества те жрецы которые находились рядом они начинали как оракула вещать вот от имени этих терапии вероятно будущий военачальник и руководитель стражей стены анри гизан внимательно прислушался к потустороннему шепоту терафима нострадамуса ведь если бы генерал подобно своим австрийским коллегам допустил аншлюз швейцарии немецкие танки в 1944 году с легкостью предотвратили бы высадку союзнических войск в италии поражение американских войск должно было отразиться и на окончательных итогах второй мировой под влияние советского союза попала бы не только восточная но и большая часть западной европы коммунистические войска встретились бы с американцами не на эльбе а на рейне и тогда железный занавес проходил бы не по территории германии существует версия что именно в швейцарии в одном из банков вот уже несколько веков хранится главная реликвия тайного общества стражи стены подлинник центурий нострадамуса вместе с ключом к системе шифра которым закодирована эта книга тот кто имеет к нему доступ способен сохранять спокойствие в мире или уничтожить его именно ради защиты этого ключа главнокомандующий швейцарской армии андрей гизан был готов вступить в смертельную битву с гитлеровскими войсками в 1940 году биографом нострадамуса доподлинно известно что французский астролог адресовал свой труд самому королю франции в то время так поступали многие писатели поражает другое нострадамус сумел заручиться у короля защиты от всемогущей инквизиции объявивший самую настоящую охоту на алхимика у нострадамуса были в молодости неприятности с инквизицией потому что он с осуждением высказывался о культе святых и об изваяниях девы марии и его даже там собирались допросить но он так не стал ждать и убежал нострадамусу судя по всему несколько раз грозила смертельная опасность именно по этой линии но чем объяснить такое неожиданное расположение монарха к обыкновенному лекарю зарабатывавшему на жизнь составлением ежегодных гороскопов зачем королю понадобилось знать о том что произойдет спустя 500 лет возможно нострадамус просил помощи в создании некой тайной организации которая сумеет предотвратить ожидающие человечества мировые катаклизмы и войны от имени нострадамуса пытаются как-то подействовать на социум до пытаются какие-то законы придумать сектантское такое мировоззрение однако существует и другое мнение оказывается и толкователи нострадамуса и их противники ошибались с самого начала нострадамус никогда не писал книгу пророчеств так утверждают скептики они говорят что центурии на самом деле это зашифрованный сборник магических заклинаний они не предсказывают будущее а наоборот формируют его неужели люди сами того не осознавая выстроили реальность следуя указанием средневекового алхимика и какие из пророчеств нострадамуса так и не сбылись основная претензия к нострадамусу со стороны скептиков заключается в том что многое из того что он якобы предсказал так и не произошло как только по небу начнут летать железные птицы венеция погрузится на дно вместе со всеми жителями люди начнут жить под водой подобно крабам и не узнают о второй войне которая на рейне начнется вот он ярчайший пример несбывшихся пророчеств несмотря на бурное развитие авиации венеция как известно не ушла под воду является одним из главных туристических центров мира ее жители по-прежнему не умеют дышать под водой без акваланга и почти все их старшие родственники воевали на второй мировой ярким огнем полумесяц над францией встанет станет гореть париж и улицы кровью зальются это катрена страдамуса о событиях которые должны были произойти в 1909 году уличные беспорядки и пожары в париже учиненные выходцами из северной африки действительно имели место быть но ровно век спустя и до полного сожжения столицы дело не дошло получается средневековый алхимик снова ошибся это одно из тех предсказаний которые нострадамусу приписывается которого никогда не писал у него есть конечно много катренов о войне запада с востоком и севера с югом о войне креста и полумесяца но восток всегда воевал западом север всегда воевал с югом таких несбывшихся пророчеств у нострадамуса или же приписываемых нострадамусу масса но виноват ли в этом сам астролог возможно все дело в неправильной трактовки о том что книга нострадамуса может представлять собой зашифрованные послания начали говорить сразу после смерти астролога помимо того что автор использовал смесь различных европейских диалектов включая старо-французский возможно что все слова обозначают совершенно не то что кажется на первый взгляд представьте вот теперь мы возвращаемся к древности что человек не знает что группа слов является поговоркой и переводит это всерьез появляется фантом которого не было перевести можно так любой текст что его мама родная не узнает помимо неизбежных ошибок перевода задачу толкователя усложняет еще и то что сам нострадамус дополнительно зашифровал свой текст получается новый уровень шифрования которые уже в общем то и не шифрование вот некоторая подача своего материала таким образом чтобы не посвященный просто не догадался о чем идет речь хотя в современном мире есть множество мощнейших шифровальных машин которыми пользуются разведки всего мира проблему текста написанного нострадамусом это не решает ведь автор мог использовать сразу несколько шифров меняя их в произвольном порядке есть симметричное шифрование когда один и тот же ключ используется и для за шифрование и для расшифрования есть а симметричное шифрование когда ключи разные и там достаточно сложная математическая процедура которая позволяет получить один ключ из другого только в программе тайны чапман интервью с российским исследователем владимиром бочаровым который вместе с виктором грозовым сумел подобрать код к сочинениям нострадамуса по мнению владимира для правильной расшифровки катренов не обязательно в совершенстве знать старо-французский достаточно понять алгоритм по которому автор расставлял написанные им тексты в определенном порядке и оказалось что благодаря этой таблице они группируются от 1 до 20 катренов чтобы описать одну какое-то конкретное событие оказывается центурии нострадамуса вовсе не являются линейным изложением событий как принято считать все они выстроены по принципу единой таблицы напоминающий таблицу менделеева каждому катрену из каждой центурии соответствует несколько других все вместе они образуют одновременно и предупреждение о грядущем событии которое можно предотвратить и новый ключ к следующей последовательности катренов эта таблица обнаружена именно в 12 центурии последний центурии если ее эти катрены в центурии расположить хронологически то помощи математических простых действиях можно обнаружить эту таблицу она впервые обнаружена в сочи 1999 году и снова 1999 год в которой если верить нострадамусу должен был произойти конец света опять совпадение или главный ключ к расшифровке его катренов люди должны были получить только при условии что сумеют предотвратить апокалипсис малоизвестный факт в тех случаях когда в катренах нострадамуса встречаются имена собственные в качестве шифра используется тройная перестановка букв из алфавитов четырех языков французского английского испанского и латыни может быть именно поэтому переводчики нострадамуса опираясь только на знание языков каждый раз выдают разные порой противоположные по смыслу результаты лингвисты очень хорошие люди за одним вычетом они не знают историю им некогда то есть выпадает исторический контекст историки очень хорошие люди но они как правило не лингвисты есть такая дисциплина историческая лингвистика вот она на стыке чтобы не утратить и лингвистический контекст и не забывать про эпоху главная тайна и одновременно опасность неправильного прочтения катренов заключается в том что они образуют одно из магических заклинаний взятых алхимиком из средневековых колдовских книг эти заклинания использовали на черных мясах чтобы вызвать дьявола большинство толкователей нострадамуса об этом даже не подозревают ключей около 30 вы думаете по таблице можно расшифровать там еще столько ключей всяких нострадамус хитро шифровал применял астрологию теперь понятно почему несмотря на все усилия тайного союза стражи стены беды человечества продолжаются произнося тот или иной катрен из книги нострадамуса люди сами становятся невольной причиной случающегося вскоре стихийного бедствия террористического акта или чьей-нибудь смерти достаточно странно что из более чем тысячи катренов люди обычно останавливают внимание всего лишь на сотни другой широко растиражированных по всему миру нам лень прочитать остальные или кто-то всякий раз специально подсовывает нам определенные предсказания два шара имя чью смерть сбросят люди с неба на землю два города на востоке пылью станут отравлены лишь тени людей начнут бродить по руинам а те кто остался жив будут страдать еще долго никаких сомнений это предсказание ядерные бомбардировки хиросимы и нагасаки сделав эту запись нострадамус лег в горячечном бреду а придя в сознание заявил что видел начало апокалипсиса казалось что после бомбежки хиросимы человечество одумается однако ядерный потенциал все рос и к 1962 году во время так называемого карибского кризиса мир оказался на грани самоубийственной атомной войны американцы разместили в турции оружие ядерное мы собирались ракеты размещать на кубе уже дошли до той точки никогда вот так но за исключением периода американской монополии на ядерное оружие никогда вот так близко к ядерной катастрофе не стояли существует версия что карибский кризис удалось преодолеть благодаря стражам стены участники этого тайного союза на тот момент входили в высшее руководство обеих сверхдержав в качестве ответного шага противники стражей развязали войну во вьетнаме впрочем далеко не все историки согласны с такой трактовкой да действительно если стоит закономерности есть определенные циклы но если мы говорим об этих циклах и об этих закономерностях то эти закономерности должны быть каким-то образом физически описаны с точки взаимоотношения нострадамуса я это описание не вижу я вижу некие поэтические озарения следующую ядерную катастрофу стражам стены предотвратить не удалось в 1986 году произошел взрыв реактора на чернобыльской аэс по мнению некоторых толкователей у нострадамуса есть указание на эту катастрофу мабус скоро умрет тогда свершится ужасное истребление людей и зверей потом спустя 13 лет придет возмездие сто рук жажда голод когда промчится комета в этом кадре не есть и прямое указание на опасность с неба спустя 13 лет после катастрофы то есть в 1999 году возможно книгу нострадамуса сознательно используют для того чтобы вызвать бедствия катастрофы и войны кто стремится управлять историей по своей прихоти и чем это грозит россии у россии будет мощное оружие так называемое как на стороне сказал сияющих и стал то есть такая плазменная энергия сконцентрированная по мнению многих исследователей тайный союз стражей стены стремится поддерживать мировой баланс сил не допуская перевеса ни одной из сторон но что если однажды усилий стражей окажется недостаточно ведь их противники очень могущественны и опасны и не остановится ни перед чем чтобы добиться своей цели неужели у них есть доступ к истинным ключам от книги нострадамуса смотрите далее прощайте мистер президент почему стражи стены не могли предотвратить убийство кеннеди кеннеди был большим противником расширения роли военно-промышленного комплекса центурии на службе у дьявола кто разжигает военные конфликты по всему миру война всегда была делом дорогим и почему древний китайский трактат так похож на знаменитые катрены и состоит из 60 сюрреалистичных рисунков сша тихас даллас 22 ноября 1963 года борт номер один с президентом джоном кеннеди и его супругой приземляется в далласском аэропорту президентский лимузин въезжает в город когда машина проезжает мимо склада школьных учебников раздаются выстрелы одна из пуль попала кеннеди в спину вторая в голову по мнению многих аналитиков если бы это убийство удалось предотвратить холодная война окончилась бы значительно раньше мир мог бы пойти по совершенно иному пути развития а современная политическая карта выглядела бы по-другому очень странно является ситуация с тем что кеннеди был большим противником расширения роли военно-промышленного комплекса когда его убили вице-президент ставший президентом сша линдон джонсон дал военному отмашку военно-промышленный комплекс заработал астрономические деньги на войне во вьетнаме которые всячески сдерживали почему же стражи стены не смогли предотвратить трагедию в далласе ведь в таком случае можно было бы избежать и нагнетание холодной войны и афганского конфликта и распада советского союза кто идет на то чтобы спокойно жертвовать миллионами человеческих жизней в разных концах планеты человек поднимется к богу лишь голос его будет слышен со всех сторон землю увидят как даже птицы не видят обратно вернется и людям поведает многое но будет убит из зависти на земле затаившимся демона большинство исследователей убеждены речь идет о полете юрия гагарина а многие из биографов гагарина согласны с тем что гибель первого космонавта была не случайной полет гагарина в космос стал не просто победой советского союза в космической гонке но и первым шагом человечества в освоении новых бесконечных миров в истории человечества события такого же масштаба случилось во время великих географических открытий когда европейцы узнали о существовании американского континента приблизительно в то же время жил и мишель настрадамус настрадамус обладал великим даром гипноза а что такое гипноз это воздействие на человека во времени и в пространстве старому на 500 лет вперед свой дар показал получается за пять веков человечество прошло полный этап своей эволюции всю землю поделили финансово-политические элиты которым было невыгодно открытие новых миров за пределами нашей планеты это неофициальная могущественную группу которая не признает национальных границ контролирует банковское дело во всем мире страхование угледобычу промышленность конспирологи называют мировым или теневым правительство на это теневое правительство работает тайной организации и различные мозговые центры например совет по международному отношению который создан был еще в начале 20 века американским банкиром морганом возможно убийство кеннеди последовавшая в следующем году отставка хрущева а спустя еще пять лет трагическая гибель юрия гагарина все это звенья одной цепи там математически выверенная последовательность катрена в которую стражи стены не смогли предотвратить но отчего добивалась тайное правительство убивая или отстраняя политических лидеров и лишая жизни первого космонавта может быть нас просто лишали выбора подталкивая не к совместному освоению космоса а к противостоянию и холодной войне в начале 20 века мир вступил в эпоху глобальной экономики отныне война на одном конце земли могла в кратчайшие сроки сказочно обогатить людей совершенно в другой части света данного не зарабатывают поставщики оружие и поставщики медикаментов и там очень много сфер которые зарабатывают на войне война всегда была делом дорогим соответственно очень прибыльным для корпорации играя на разницы в биржевых курсах можно заработать даже не миллионы миллиарды насколько проще сколотить такое состояние если точно знать о грядущих войнах или покушениях на политических лидеров четвертым ключом к отренам нострадамуса для финансовых кругов сша стала каббала религиозно мистическое учение известно что нострадамус использовал его чтобы зашифровать свои тексты каббалисты изобрели для передачи своего учения специальные языки 4 всего языка прежде всего они создали для этого алфавит 22 буквы плюс конечные буквы всего 27 букв почувствовав себя всемогущими банковские круги америки сосредоточили все свои силы на развале советского союза и проглядели гораздо более серьезную опасность китай в тот период для соединенных штатов китай был еще одной малоразвитый нищий пусть много населенной страной в юго-восточной азии что-то вроде вьетнама или лаоса или камбодж просто побольше и понаселенной я думаю в тот период для соединенных штатов приоритетом было как можно быстрее добиться уничтожения военной мощи советского союза затем россии сейчас политологам очевидно во второй половине двадцатого века на мировой политической арене появилась новая сила одинаково чуждая и европейским банковским кругам и американским нефтяным магнатом и шейхом арабского востока и советским коммунистом спрятаны под землей тысячи их солдат из великого камня однажды на солнце выйдут они и мир содрогнется от мощи удивительно но нострадамус предвидел открытие археологов обнаруживших в 1 1974 году терракотовую армию императора цинь шихуанди по легенде для того чтобы терракотовые войны ожили и стали самой сильной армии мира необходимо прочесть 7 заклинаний выстроенных в определенном порядке может быть в книге нострадамуса есть указание как именно это сделать стремительное экономическое развитие китая за какой-то четверть века ставшего одним из мировых лидеров до сих пор не поддается объяснению как же возникло китайское экономическое чудо американцы не предполагали что китайская экономика станет второй в мире после американской а если считать по паритету покупательной способности то и первой да китайские товарищи все равно остаются коммунистами там есть приписки и конечно реальный экономический рост китая не так велик как на бумаге но он есть он очень существенно даже сейчас угроза китая не воспринимается сша достаточно серьезно удивительно но еще в середине прошлого века а книги нострадамуса в китае практически никто не знал однако начиная с 80-х годов средневековый французский астролог стал стремительно набирать популярность в поднебесной привыкшие копировать любые товары и технологии китайцы даже нострадамуса сделали своим национальным пророком китае любой продукт сейчас который появляется на рынке будь то смартфон будь то там какое-то высокотехнологическое оборудование китайцы тут же его копируют и выпускают под своими брендами китайцам нет никаких проблем копировать все что угодно более того в катренах нострадамуса китайские ученые нашли прямые совпадения со средневековым китайским трактатом туй бэй ту книга состоит из 60 сюрреалистичных рисунков каждый из которых является ключом к истории будущего китая но самое важное будущего всего мира в котором китай будет играть самую главную центральную роль каждый рисунок сопровождается не менее таинственным стихотворением очень уж напоминающим центурии нострадамус рисунки идут фронологическом порядке это можно счесть случайным совпадением но в ноябре 1999 года спустя три месяца после того как стражи стены с помощью рентгеновского телескопа чандра сумели предотвратить предсказанный нострадамусом апокалипсис китайцы запустили беспилотный космический корабль шанчжо 1 началось китайское покорение космоса какое будущее нострадамус придрёк поднебесный смотрите далее жертвы всемирной сети кто и зачем оцифровал нострадамуса самого начала времен появления человека на земле происходит борьба зла и добра русский с китайцем братья навек почему сталин отказал мао цзэдуну это был бы конечно бы формально советский союз со столицей в пекине и в чьих руках окажутся все пять ключей от будущего человечества за этим стоят последователи нострадамуса сценарий который мог присниться американским политикам только в страшном сне китай входит в состав ссср на правах еще одной союзной республики что это фантастика нет решение возможность которого вполне серьезно рассматривалась в 1949 году китай представлял собой огромный интерес для советского союза а в первую очередь силу больших трудовых ресурсов советская экономика тогда уступала по производительности американской в этом плане конечно гигантская по населению страна с неограниченными ресурсами было плюсом военная мощь советского союза плюс трудолюбие многомиллионного китайского народа в результате на свет могло появиться государство ставшие единственным и бесспорным мировым лидером такого развития событий ни за что бы не допустили соединенные штаты а значит началась бы мировая война в полном соответствии с еще одним пророчеством нострадамуса после великого бедствия человечества готовится еще больше великий движитель столетия обновляет дождь кровь молоко голод железо и чума в небе виден огонь длинная бегущая искра почему же этот план так и не был реализован возможно сталин видел в мао цзэду не своего прямого конкурента все очевидные выгоды такого союза для вождя затмили личные соображения сталин не хотел уступать власть никому тем более китайскому лидеру но нужно понимать что мао цзэдун был очень харизматичный лидер и он собирался стать во главе всего этого объединенного советского союза стареющий дряхлый сталин подозревающий своих ближайших соратников в заговорах смог бы он оказать достойное сопротивление мао цзэдуну я думаю я думаю что это был бы конечно бы формально советский союз но советский союз со столицей в пекине возможно среди советников сталина тоже были участники тайного союза стражи стены именно они раскрыли вождю все опасности объединения с китаем так что благодаря последователям нострадамуса китайский экономический и политический прорыв был отложен на 50 лет искусный паук сплетет свою паутину все люди в нее попадутся и даже мертвые в доме нельзя будет спрятаться от паука и на природе станет питаться людьми и становиться все больше по мнению многих аналитиков 1 1991 год во многом определил будущее человечество в этот год распался советский союз а мир узнал о создании всемирной системы компьютерных сетей которую сравнили с гигантской паутиной во второй половине 20 века в сша началось бурное развитие новой индустрии компьютерной многие аналитики убеждены это было сделано чтобы предотвратить мировую китайскую экспансию считается это мнение сейчас становится очень распространенным что интернет стал не только инструментом тайного правительства воздействия на мир но по сути сам является матрицей глобальной империи нового образца некоторые даже полагают что за этим стоят последователи нострадамуса из мистической организации стражи стены не исключено что компьютерная индустрия базирующаяся на тех же математических принципах что и книга нострадамуса была призвана соединить все пять ключей от его центури в результате создатели айти технологий стали бы обладателями самого грозного оружия на земле и смогли бы не только просчитывать грядущие катаклизмы и трагедии но и программировать их по желанию владельцев однако что-то мешает тайному правительству расшифровать все тексты нострадамуса кто же мешает мировой элите беспрепятственно управлять миром неужели стражи стены возможно то что ошибка 2000 так и не случилось заслуга последователей нострадамуса в очередной раз спасших планету от апокалипсиса самого начала времен появления человека на земле происходит борьба зла и добра и одна из версий что допустим если не сбывается плохое предсказание нострадамуса что это победа каких-то добрых допустим союзов которые постоянно твердят мантры о добре и о любви о мире есть и другая точка зрения в конце двадцатого века интернет позволил установить глобальный контроль над человечеством из выложенных во всемирную сеть катренов нострадамуса выбраны лишь те что являются магическими заклинаниями и обеспечивают благополучие мировой элиты позволяя ей разжигать военные конфликты устранять неугодных политических лидеров и держать большую часть мира в постоянном страхе если сбывается какое-то плохое предсказание болезни о войне то это иногда говорят есть такая версия что это победа как раз злых сил и тех сект союзов которые хотят разрушения уничтожения человечества или там мирового господства то есть постоянные ежеминутные ежесекунды борьба добра и зла которая распределена на земле везде всюду и во все времена возможно на человечестве уже давно поставлен крест а нам на смену придут наши двойники клоны что увидят в катренах нострадамуса наши преемники не исключено что так же как и мы они отыщут в них совпадение собственной историей и предсказания будущего от бога все люди произошли но это изменится захочет сравняться с творцом человек и получит ягненка за ним другие последуют и наступит пора самого человека в одном из своих последних катренов описывающих 20 век нострадамус слегка ошибся в 1 1996 году британские генетики получили не ягненка а овечку понятно что речь шла о клонировании открытие которое может определить судьбу человечества в 21 веке сегодня одной тайной стало меньше вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть поделитесь своим открытием на моей странице в инстаграме в социальных сетях и на сайте рн тв вы смотрите самые шокирующие гипотезы быть может единственный познавательный проект которым мы с вами без ущерба для репутации может